Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире передача «Психпросвет» и ее ведущая, кандидат психологических наук Наталья Неверович. Я думаю, что каждый из вас наверняка, если не читал, то держал в руках, если не держал в руках, то слышал книгу Эрика Бёрна «Игры, в которые играют люди» и «Люди, которые играют в игры». И сегодня у нас в гостях психолог-психоаналитик, сертифицированный транзактный аналитик по специализации психотерапия, обучающий и супервизирующий транзактный аналитик на европейском контракте Шохолм Людмила Юрьевна. Здравствуйте, Людмила! Здравствуй, Наталья! И сегодня мы хотели бы рассказать вам о таком направлении психотерапии, которое называется транзактный анализ. Что же такое транзактный анализ? Давайте мы немножко расскажем. Потому что об Эрике Бёрне так или иначе все слышали. Это такая достаточно популярная книжка. Но о том, что это за психотерапевтическое направление, я думаю, что знает не очень много людей. Можно уже, да? Да. Окей. Ну, я приветствую всех, кто будет слушать и кто видит нас. И добро пожаловать в страну транзактного анализа. И спасибо, Наталья, что вы меня пригласили. Это очень действительно здорово, что мы сейчас об этом расскажем, потому что здесь книга есть Эрика Бёрна, и она очень читаемая. Её читает, она популярна и среди детей, и школьников, и людей разных возрастов. И как-то вот так Эрик Бёрн запустил свою теорию. Но нигде не написано, что это транзактный анализ. И когда я с кем-то разговариваю, давайте немножко позанимаемся транзактным анализом и расскажу вам, что это за теория. Люди некоторые даже не могут слово этого говорить, потому что и транзакционные, и ещё что-то называют. И как-то это слово тяжело для произношения. Я говорю, а вы читали книгу Эрика Бёрна «Люди, в которые играют игры» и «Игры, в которые играют люди». Я говорю, да, вот эта вообще книга перевернула меня, просто меня перевернула. И я поменял жизнь, прочитав её. Я говорю, так вот это то же самое. Просто Эрик Бёрн для того, чтобы продавать эти книги, это один из нюансов менеджмента, дали вот такое название. Потому что если вы, например, посмотрите вот в этой книге здесь, вот в этой части книги, то здесь написано, здесь не написано, на английском языке, да? Да, будет. Будет, да, что ты говоришь после того, как ты говоришь «Здравствуй». На русский язык она переведена так. «Люди, которые играют в игры». Вообще нет общих слов. Но для менеджмента вот так она сделана. И это чисто почему и нужно просвещать людей, показывать, да, что это одно и то же. Потому что слово, опять-таки, транзактный анализ немножко нам, ну, не очень русифицировано. Вот. И Эрик Бёрн, я немножко расскажу, буквально 2-3 минутки, тоже психоаналитик. И он учился у Федерна, Федерн учился у Фрейда. Вот. И он занимался психоанализом в 40-х годах и очень популярно. При этом он был врач-психиатр. И после того, как он написал некоторые статьи о психоанализе, психотерапии, это неизвестная такая историческая справка, но предполагается, что он открыл клиентам то, что с ними делают врачи. И чтобы он считал, что если, например, человек приходит на консультирование, то ему необходимо знать, что с ним делает врач. И это как бы открыло такую занавес психоанализа. Это первая книга, многие читали. Она вот здесь очень популярно продавалась, и буквоедит даже сейчас, наверное, стоит. Это психоанализ и психотерапия для непосвященных. О, шикарная книга. Где нет ничего АТА, транзактном анализе. Я сокращенно буду говорить, да, АТА как транзактный анализ. Вот. И, ну, его не приняли в общество в 1947 году. И в 1956 году он начинает заниматься очень сильно плотно АТА, именно интуицией своей. Стал ее рассматривать, что на самом деле, когда мы встречаемся с людьми, да, мы можем считать с него информацию. Вообще в России это чуть не из-за видения. Было в 90-х годах, то есть повторение идет какое-то. И возвять эту теорию начал, да. И его учителем и психоаналитиком стал Эрик Эриксон. Это очень, ну, как бы сказать, известный человек в России. Именно по психосоциальному развитию во всех вузах. И да, ты даже, наверное, читаешь сама Эрика Эриксова. Классификация дается как одна из базовых. Да, вот Берн был его учеником и его учителем. Но сложность в том, что почему не обозначен ТАМ, это мое мнение, почему не обозначен так очень сильно в научном мире, в академической психологии он разрешен, но он так вот не обозначен, как не пишут пока некоторые докторские диссертации, потому что Эрик Берн все-таки был врачом и психоаналитиком. И он не крутился в среде академической, чтобы писать научную работу. И не успел, потому что он очень рано ушел, в 60 лет, в 70-м году. А родился в 10-м, в 1910-м, и ушел в 1970-м. Такая ситуация. Так что, в общем-то, мы знакомимся с Эриком Берном и с транзактным анализом. Ну, как очень близко находимся от Фрейда, от Федерна, от Эрика Эриксона. В общем, прикасаемся, можно сказать, мы их… К первым истокам. К первым истокам. Можно сказать, мы внуки, и в какой-то степени я вот училась у Стивена Карпмана, который придумал драматический треугольник Карпмана. Если я успею, что-то скажу об этом. Если я не успею, значит, насколько я знаю, ссылки будут на мою страницу, где можно почитать, мне написать. Я веду курсы, и я преподаватель транзактного анализа в институте ЕМАТОН. Это институт практической психологии, который находится на Васильевском острове. Названиваю ЕМАТОН. Поэтому там можно это будет всё найти. Извините, волнуюсь. И вот мы вернёмся к транзактному анализу. Вот такой маленький. И вот что такое всё-таки транзактный анализ? Берн предусматривал изначально транзактный анализ как теорию социального действия или социального взаимодействия. Он не рассматривал, как её такое консультирование, он не рассматривал, как психотерапия, он не рассматривал. Он говорил о том, что отношения между людьми рушатся из-за взаимоотношений. И что если эти взаимоотношения нарушены, значит, нужно обязательно их лечить только отношениями. Он так называл слово «лечить». И транзактный анализ тем хорош, и он мне чем нравится, тем, что это очень, как он нам завещал, говорил о том, что говорите очень просто. Мы не используем сложные терминологии. Он взял это из лезвия Акама, отрезай лишнее. Не упрощай, а говорит в простоте, чтобы тебя понял профессор, ковбой и ребёнок восьмилей. Поэтому я буду говорить очень просто. И эта теория применяется специалистами, особенно широко в Европе, в Японии, даже на Юге Африке, в Индии, и в Америке, все бразильцы. У нас очень большая корпорация, такое общество международное и европейское, транзактных аналитиков. Во всех областях. Вот что хорошо в ТА, это он применяется и в организации, то есть специалисты ТА работают в организациях и налаживают контакты между менеджерами, между руководством. И в образовании это идёт налаживание контакта между учителями, учениками, между родителями, между персоналом. Да, консультирование, это работа вот здесь сейчас, то есть это вот мне нужно, например, допустим, у меня дочка выходит замуж, я не очень хорошо отношусь к своему взятию. Да, помоги мне, пожалуйста, я хочу, чтобы свадьба была хорошая, потому что я могу сорваться, я хочу поменять свою реакцию, всё-таки дочка выходит замуж. Это консультирование, это сейчас и здесь что-то нужно сделать. И также, и также, да, это психотерапия. Слово психотерапия не надо бояться, потому что в русском контексте, надо говорить о нашем культуральном, да, контексте, психотерапия у нас почему-то связана с медициной. Он нам сказал, что любой человек может консультировать, да, главное, он расскажет, что он делает с клиентом. То есть у нас есть терапевтические планы. То есть психотерапия принимается, это изменение человека на глубине, и он вводит и находит такую вещь, исследует очень много людей, что мы каждый написали сценарий жизни. То есть что это бессознательный план, да, принятый в детстве, укреплённый родителями и проживающий здесь и сейчас. Что это значит? Это значит, и очень много исследований по этому поводу дано, и нашли, и я как специалист уже работаю больше, чем 20 лет. То есть те ранние решения, которые ребёнок, например, принимает до 6 лет, например, то он продолжает их помнить и также по ним жить. И когда он приходит и садится в кресло и начинает рассказывать свою историю жизненную, я говорю, где и когда у кого вы научились то, что вы делали, сейчас с вами происходит. И воспоминания приводят к тому, что, например, там в 5 лет, в 6-4 что-то говорила мама, он принял решение о себе, о людях, о ситуации, сделала решение и теперь по этому решению живёт. То есть как это выглядит? Ну, это выглядит очень интересно тем, я с родителями когда работаю, или когда работаю с клиентами, или когда меня приглашают работать в организации, то есть в любых этих областях четырёх. Да, задавая вопросы, узнаю такую, например, ситуацию, что, например, человек не помнит, что ему говорили. Ну, действительно, концепции мышления, причинно-следственные связи у детей долго нет, и дети на самом деле до долгого периода не понимают. Да, 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 да. А так как он рассказывает стихи, родители думают, что он всё понимает. Я говорю, понимаете, в чём вопрос? В том вопрос, что ребёнок не будет помнить, как это происходило. Он будет помнить чувства, которые он в этот момент запечатлел. То есть, поэтому и нужно обращать внимание, строить позитивный контакт, чтобы он помнит это позитивно. Но если он запечатлел это негативно, ну, значит, у вас может быть война будет 30-40 лет. Вы даже не будете знать, почему, потому что это бессознательный план, который он написал. Ну, и Берн основывался на этом, тем, что мы родились все принцессами, но в процессе воспитания у нас были разные ПВДРи. Они делали, как они могли. У них была своя история развития, либо война, вот мы наследники войны, революции, да, некоторых перестроечных моментов, да, да, и я могу сказать ещё раз. То есть, вообще история очень травматичная. Да, а факт то, что у нас ещё и психология не изучалась. И поэтому, если не изучалась психология, что делают люди, да, когда мы делаем рекламу или вот приглашаем всех. Я не дурак. А мы вообще не работаем с патологией. Мы работаем именно с социальным взаимодействием чисто здоровых людей, потому что психиатрия, да, это занимаются врачи, это занимается медициной, да, вот. И вот когда я об этом говорю, что Берн нашёл, опять-таки, возвращаясь к этой части, очень интересно. Например, маме нужно сходить в туалет. Нам же всем сходить нужно в туалет, правда, да. Но ребёнок не знает, что мама тоже ходит в туалет. И она закрывает дверь. И он стучится и бьётся ногами, мама откроет. А она говорит, я сейчас, сынок, выйду. Ребёнок, ты плохая мама. И побежал. Вот это запомнится, что когда мама уходит и спину показывает, да, ребёнок принимает решение, что его не любят. Или отправили на дачу. Я сама своих детей отправляла на дачу, на огороды к бабушке. И впоследствии я выслушала, что если бы я их любила, то я бы тогда их не отправляла. Но мы же отправляем фрукты поесть. Понимаете? Но ребёнок вот принимает решение, усиливаем нами, да, тем, что... От него отказывались. От него отказались. И вот это всё поворачивать приходится именно вот на именно психотерапию. Я всё про неё продолжаю. То есть изменения происходить. Вот эти принятые решения искать и всё-таки как там принимать, да, родители принять. Да, как-то любили, ты знаешь, как могли. Они не учились. И сейчас люди продвинутые, изучают психологию. Не во всех вузах она вводится. Но я думаю, что сейчас во всех. Но мы когда учились с тобой, да, в нашей школе не было психологии. У нас даже психолога не было. И вот это поколение, да, переход одного поколения к другому, очень оказался сложным. И поэтому вот ТА именно помогает этому взаимодействию. И я его сама очень много применяю, потому что я занималась психоанализом. Но потом, когда я увидела вот эту теорию, услышала в институте психоанализа на Большом проспекте, который находится у нас в Санкт-Петербурге, я влюбилась в эту теорию. И он… Тогда у меня было немного клиентов, сейчас у меня очень много клиентов, я учу этому. Эта теория действительно помогает. И её понимают все. Но вернусь, хочу вернуться, или сказать, в чём же всё-таки конёк ТА? Ну, сам конёк ТА, как мы уже знаем, это сценарий жизни, который мы написали в детстве. И Берн сказал, мы до шести лет, его написали. Если мы возьмём Фрейда, да, психосексуальное развитие, это тоже до шести лет? До семи. До семи, ну, до шести, до семи. Потом мы это всё у себя, так сказать, достраиваем как дом. И с 13 лет мы начинаем это пробовать, начиная опять пробовать. И сценарий жизни меняется на то, что он имеет циклы. Он не меняется, он имеет циклы. Если мы начали жить от нуля до 13 лет, у кого 14, в общем, от полюции до месячных. Потом с 13 до 26, 26 до 39. Вот мы можем даже сосчитать. Есть автор Памела Левин, книга тоже цикла развития здесь даже продавалась, вот в буквоеде, или её можно найти в интернете, где она пишет, что у кого-то 14,5, у кого-то 15. Если вы найдёте, почитаете, посмотрите. То есть что это значит? Клиенты могут приходить и спрашивать. Знаешь, я каждые 10 лет развожусь, казалось бы, да, вот я опять, мне 10 лет прошло, я опять развожусь. Я говорю, скажи, пожалуйста, что с тобой было в 10 лет? Она говорит, у меня ушёл папа. Значит, получается, разрыв взаимодействия произошёл в 10 лет, и у неё не было истории, как это продолжать. И поэтому, находясь в терапии, она это прорабатывает, и мы рассматриваем, давай мы рассмотрим, например, за то, что ты остаёшься в браке, и за то, что ты разводишься. То есть мы рассматриваем, это позитивно, и это позитивно. И, как правило, люди находят и остаются в браке. Ну, не всегда, иногда действительно есть моменты, когда драки, то развод поменует. И что входит же тогда, ты спросишь, наверное, в этот сценарий жизни? Безусловно. Конечно. Так вот, сценарий жизни, это не просто слова сценарий жизни, а он как книга, которая имеет главы, 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 да, главы. И одна из глав — это эгосостояние. Я это называю, когда приглашаю своих студентов изучать и быть специалистами в области, могут люди вообще просто приходить из любой специальности учиться ТА, чтобы коммуницировать. Я это называю, мы садимся с тобой в поезд и путешествуем по стране транзактного анализа, и мы заезжаем в город эгосостояния. Итак, эгосостояние, я считаю, гениальность, верно, пока не признана, но изучая вот эту теорию, простоту его, когда понимает каждый человек, да, то очень здорово он нашёл. Хотя мне психоанализ тоже нравится со своим бессознательным, суперэго, эго, но он, там мы не можем это найти, нам нужно долго делать свободные ассоциации. А он просто очень красиво классифицировал. Я сейчас не имею возможности прессовать, но вы можете на YouTube посмотреть мои, я Людмилович Йохолм лекции, в Матон зайти, то есть это бесплатных, очень много лекций моих там, посмотреть, как переписать жизненный сценарий, расширять, если кто захочет свои знания, вот, ну или прийти учиться. Вот расскажу, смотрите, он нашёл. Часто сейчас все используют, я из своего ребёнка, сейчас это современно, я вот детское эгосостояние. Так вот, он нашёл такую вещь, что детское эгосостояние, детское эгосостояние, это, и он дал определение вообще эгосостояния, это паттерн моделей поведения, чувств и мыслей. Паттерн, это часто повторяющаяся ситуация, модель. И он нашёл, что если детское эгосостояние, эгосостояние, это то, что мой прошлый опыт в жизни, вот мой прошлый опыт реагирования на ситуацию, да, я реагировала, когда мне мама не давала, вот я, например, просила мороженое, да, я говорю, купите мне мороженое. Я не понимала, что они не могут на всю зарплату купить мне мороженое. Но я тогда приняла решение, вот я вырасту, и я со всей зарплаты себе куплю мороженое, да, то есть я сделаю какой-то вывод. Это мой прошлый опыт что? Бороться. Это определённая копинг-стратегия, которая формируется. Да, копинг-стратегия. И вы знаете, я-то великий борец. Я даже в депутаты ходила когда-то в Госдуму. То есть я всегда боролась. То есть если мне говорили, например, что это нельзя, и вот как нельзя? И я пока в своей терапии это не прошла, что я на самом деле соревновалась с людьми. Вот это ранее моё принятое решение оказалось связано с тем, что, а я вот когда вырасту, я буду другой. А какой? Я не определила. Я определила бороться, доказать своё. Да, я очень хороший революционер, да, называется. А Баба-Яга против, да? Был такой момент. Вот. И вот этот наш опыт, он начинается от нашего рождения. От нуля до шести месяцев, да, от стадии. Потом от развития, например, от, особенно стадии делания, она идёт от шести месяцев до восемнадцати. Ты знаешь эти все градуации. Я сейчас говорю слушателям, да. И так же, вот. И получается такая ситуация, что ребёнок начинает ползать, что-то делать, ему говорят, нельзя, 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 не лезь, не тронь. И вот он руку-то протянул, да, сцепление, а обратно рука не пошла. В дальнейшем это развивается у остеохондроз. И мы потом это назовём психосоматикой. То есть он хочет сделать, но он не схватил, да? И прерванные движения, или прерванные намерения формируют определённую внутреннюю стратегию. И это верно, просто вот эту часть открыл, что нужно, если, ну, на самом деле, нас Сеченов когда-то сказал, это даже и Сеченов сказал, что, например, если у тебя произошла какая-то мысль, и ты не завершил это действием, да, то тогда эта психика крутится, крутится, крутится. Это нужно всегда завершить. Если ты с кем-то не попрощался, ты должен сказать до свидания. В этом и есть сценарий жизни. Я в памяти, и Фрейд говорил нам, да, что коплю в бессознательном, неосознанно, всю вот эту память, которая была негативна. Там, конечно, и позитив есть, да. И Берн нам говорил, что вы никогда не работаете с негативом, вы усиливаете позитив, и тогда вот эта энергия из негатива перейдёт в позитив. Вот такой момент. Да, и этот детский опыт очень интересен нам, да. Например, какая я была в 10 лет, там, 8-7. То есть это в имплицидной памяти всё хранится в нашей, да, что было со мной, что происходило. И мы называем это детское эго-состояние. Это не просто я маленькая. Я же сейчас двухлетней, конечно, не буду, да. Но память и реакцию, и чувства, и мысли поведения я могу реагировать, например. Ну, кто-то мне что-то не так сказал, как мне казалось, да, то я могу среагировать, как маленькая девочка. Надуть губы. Ну, извините, я зрелая женщина. Да, но реакцию свою… Но определённый триггер, да, он как на санках. Да, да. Да, спускает нас именно к этому состоянию, то есть стратегия, которая сперва работает. Да, и в ТА очень много специалистов именно работают. Это называется феноменологический диагноз. То есть моя, как отпускает в эту историю воспоминания, да, для того, чтобы переработать вот эти старые решения свои. Это называется феноменологический диагноз. Если мы в организациях работаем, конечно, мы это не спрашиваем. Тоже есть эго-состояние, это между менеджерами, кто использует, например, адаптивного-то ребёнка борющегося, кто-то свободного творит, да, кто чего использует. Вот и всё. Ну, здесь имеет смысл, наверное, сказать ещё о двух других эго-состояниях. Сейчас я перейду. И вот эго-состояние взрослого, оно говорит о том, что это реальность. Это вот сейчас и здесь я сижу и говорю, например, с вас, с тобой разговариваю. И я чувствую, да, я вот говорю, что я волнуюсь, например, или мне интересно рассказать. Я сейчас и здесь вот это ощущаю, я про это и говорю. И часто путают взрослое эго-состояние. Это эго-состояние, это не я взрослая. А я использую чувство, мысль и поведение, и модель поведения, именно, которая относится сейчас и здесь. А третье интересное эго-состояние, это родительское. Оно очень специфическое тем, что это то, что я скопировал со всех. Вот, например, я скопировал со своего преподавателя. Ты, наверное, тоже с кого-то скопировала. И если слушатели будут смотреть, да, они тоже будут, например, могут сейчас найти, с кого они скопировали. Какие, например, убеждения? Вот в моё время замуж только девушкой. Мне сказали, как сделать. Я это копировала, чётко это блюла, да, вот, например. Или, например, там, допустим, ну, людям нельзя доверять, да. То есть я тоже скопировала, и я уже ходила, да, допустим, наверное, этому человеку нельзя доверять. То есть я это сделала, так как мы этими детьми, эго-состояние формируется, как мы только родились, до 13 лет, как мы с тобой поговорили, да. И об этом я расширена в других местах говорю. Сейчас просто говорю, как формируется. То есть получается, что я это сделала без фильтра, без цензуры. Вот всё, что происходило, за счёт зеркальных нейронов, я сейчас несу. И когда я разговариваю с людьми, я часто спрашиваю, у меня был один клиент, и он говорит, слушай, я так грубо разговариваю со своими работниками, потому что у меня все разбежались, у меня миллиардные заказы, да, и что мне делать, потому что у меня все как-то вот уходят. Один сегодня ушёл, второй, третий, некому работать. Я наихаром. Я говорю, скажи, пожалуйста, где и когда у кого-то научился так общаться с людьми? Он говорит, нигде. Ты мне очень быстро ответил. Раз, два, три, подумай. Я с мамой ходил на работу. Она была председателем колхоза. И она так на всех орала. Слушай, я даже слова её, маты, применяю. Я говорю, да, я вас знаю очень нежным и добрым. Поэтому ты хочешь быть сейчас и здесь, или ты хочешь повторять опыт матери? Вот эта копировка, я даже показываю в видео, мы, и я что-то скопировала, замечая, что вот, например, мамина реакция, может, ты что-то заметишь, да, и каждый из нас может заметить, что на самом деле мы не живём сейчас и здесь, во взрослом. Мы очень много копируем. И здесь на самом деле ничего такого плохого нет. Но вот он открыл, что мы копируем чувства, мысли, поведение. Как бы мама сказала, как бы папа с это среагировал. И часто это было даже много отрицательного. И поэтому, да, мы можем нарисовать такой треугольничек. И здесь, например, мама. От чего я научился от мамы плюс, и чего я научился минус? От папы и от этого. И что я? И вот сейчас осознанно я сижу и думаю, вот это мне теперь не нравится в себе, да? Я убираю. А плюс мне нравится. А здесь можно взять ресурс. И тогда я усилию своё эго-состояние, чувство мыслеповедения сейчас и здесь. И поэтому, когда я рассказала об этих трёх эго-состояниях, то я могу сказать такой момент, что такое реальность. Вот я сейчас сижу с вами разговариваю. Но если, это Бер назвал контаминацией, загрязнением, но если я сейчас, а мы все крутим внутри мысли, да, что обо мне подумают, как я выгляжу, может, я ошибусь, и там кто-то что-то обо мне плохо скажет, а может, никто это видео не посмотрит. Вот это, значит, я реагирую на то, что мне говорит внутри родитель, ответом из своей маленькой девочки, что я буду непризнана. Но у меня этого сейчас нет, потому что я здесь сейчас есть, я волнуюсь. Это очень нормально, естественно. Мне приятно с тобой сидеть. И тогда я сейчас и здесь. И Бер настаивала, что нам нужно вот эту автономию приобрести, отсоединиться от скопированных, выбрать осознанно, это называется осознание, ты знаешь, что у нас многие работают на осознанности, там и Гештальт, и даже у нас любимый наш Канифольский Игорь, это осознанно, да, и проработать вот этот феноменологический детский опыт, и тогда я нахожусь в реальности здесь и сейчас. И специалисты работают в ОРК, которые, например, допустим, тренируют команды, и они проводят именно вот направление в этом, что, ну, в организациях тем, что людям необходимо знать, он сейчас реагирует из личностного своего прошлого опыта, или всё же он находится в реальности. И мы вот знаем эти ключи, как это всё делать. Самая мощная часть, ещё уверенно, это поглаживание. Я провожу единственную в России. Да, именно, не эмоциональный интегрет, да, а вот именно развитие эмоциональной грамотности. И автор, это Клод Штайнер, вот книжка такая есть, сценарий жизни, я хочу вам показать, приобретайте её. Это вот именно «Жизни людей», очень хорошее. И «Вэн Джойс», современный транзактный анализ, они есть на ТАБУК, их можно найти. Вот. И он сказал о том, что есть поглаживания позитивные, негативные, что и люди вообще всё делают для того, чтобы получить эти поглаживания. Получить эти поглаживания. Да. Поощрения. Поощрения. Поглаживание переводится, это единица социального признания. Оно не комплимент. Это не комплимент. Это признание. Я тебя вижу, я тебя слышу, я тебе говорю. Не то, что комплимент, не то, что мне нравится, ну, что мне нравится сегодня твоя кофточка. Потому что я говорю тебе комплимент, потому что она мне нравится. Мы сегодня так, что не договорились, что не наководились. Любимая психоаналитика, да? Бессознательно сыграла. Вот. А именно признание. Признание. Я вижу тебя без моей вот этой внутренней оценки нашего родителя. Что так вырядилось? Или, ой, ну, мне не нравится. А именно признание тебя, вот я вижу, да, и я могу сказать тебе, ты знаешь, я увидела твой, например, твою ответственность к делу, или я увидела, как ты со вкусом одета. Да? Ты со вкусом. Я это вижу, да? Мне, например, я вижу твои глубокие голубые глаза. Да? И это не лесть. И это не комплимент. Как только я говорю, мне нравится, это значит, я даю оценку. И это не поглаживание. И самое интересное, что люди всё делают для того, чтобы их получить. И почему-то каким-то образом, если ребёнок моет полы, или хорошо пятёрки носит, ну, пятёрки домой, или четвёрки, ему ничего не говорят. То это должно быть. Но если он не помыл посуду, или принёс двойку, да, 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 да. И потом это перейдёт к саморазрушающим поведениям, этот недостаток поглаживания. И тогда он принимает неосознанно, да, неосознанно решение. Ага. Когда я делаю минус, меня заметили. Но если я делаю плюс, никому не видно. И он будет как можно больше, как можно больше набирать негативных поглаживаний, чтобы его стукнули, чтобы его ударили, чтобы ему что-то сказали. Поэтому нужно очень обращать внимание. Лучше хвалить, чем не хвалить. Да, и вот это целая концепция. И Берн сказал, что у нас есть голод, мы без поглаживания можем умереть. И он дал нам вот этот голод. И вот эта потребность в базовом принятии. Да, да. После чего Маслова открыл... Безусловной любви. Да. И после этого только напечатал Болуби вот эту привязанность. Почему я сказала? Ну, на самом деле, асты и вот эта поведенческая часть, это берновская. Да, это его открытие. Ну, вот пока не признано, но, может, потом признают. Вот. И очень интересно тем, что у нас есть голод по структуре обязательно. Вот сейчас отключите. Вот светофоры на Невском, да. У нас будет шок, коллапс. Да. И у нас есть голод обязательно по признанию. Это, да. И у нас голод есть по структуре. То есть, извините, голод по структуре, по признанию и по этому самому... По стимулу. По стимулу. Нам необходимо, чтобы к нам прикасались. Нам необходимо, чтобы нас обнимали. Потому что наше тело без этого не выдержит. И вот дети, которые в детских домах, как ни странно, получают сейчас всё. Они упакованы едой, но их не тискают, их не жмут. И начинает развиваться шпиц, заметил Рене Шпиц. Берн по ему шёл, да, по его работам в начале того века. Начинает развиваться даже слабоумие. И вплоть до остеохондроза, ревматизма. В основе которых сенсорная депривация. Да, сенсорная депривация, да. И самое интересное, почему и ходят люди пожилые, все по поликлиникам. Потому что уже, видимо, сексом не тот, да. Уже, может, партнёр ушёл из жизни, может, разведены. И вот врачи, да, прикасаются, делают. И он удовлетворение получает. Он получает голод по стимулу. Ему что-то сказали, голод по признанию, да, у вас голова болит. И голод по структуре, он записался 8 часов к врачу. Вот это вот очень то, что подметил Берн, что мы без этого не выживем. Вот, на его фоне потом его ученик Картман, и он Берн ему сказал, назови это драматическим треугольником Картмана. И он назвал вот это победитель, спасатель и жертва. Пожалуйста, вот такой момент, что люди, как только они придумывают моменты, треугольник обязательно, так сказать, равнобедренный. И есть только слова «преследователь», он обесценивает ценности другого человека, жертвы. Спасатель обесценит мышление жертвы, а жертва обесценивает свою ценность и своё мышление. И это начинает разыгрываться в психологических играх. И вот эта книга шикарная, вот эти игры, в которые играют люди, где подробно написано, как люди входят в игру, как они её завершают, какие шаги делают, какие приключения происходят. Он очень-очень подробно и хорошо прописал, очень хорошо прописал. Поэтому с этим можно познакомиться на самом деле. Вот это всё входит в сценарий жизни. Итак, поглаживание, какие эгосостояния, есть ещё функциональные. Это вот мы либо критикуем, мы либо заботимся, либо мы адаптируемся, либо мы творим. То есть у нас вот внутри, это вот так внутри, как внутри, ну как бы сказать, вот про структуру, про которую я говорила, это вот устроен человек, вот стол. Но функция стола несёт, да, на нём можно есть, есть функциональная модель. Как я из этой структуры, либо я контролирую, либо я забочусь. И вот контроль это, иди сделай. А заботящийся, может ли это сделать? И меняется ведь энергия. Но взрослый, я предлагаю, давай обсудим, ты дура, давай обсудим, какая дура. Я приглашаю глаголы, давай обсудим, давай рассмотрим. То есть это момент, который связан с разделением ответственности. Да, да, да. В взаимодействии в моменте здесь, сейчас. Поведение, это поведенческая модель, да. Как я, например, допустим, или я адаптируюсь. Вот я адаптируюсь, мне нужно прийти, я прихожу 12 часам, да. Или я могу бунтовать и опоздать. Ну и как, посмотреть, как ты среагируешь. Да, или я могу творить с тобой. Давай вместе что-то нарисуем, потворим, может быть, создадим команду. То есть творчество, здесь творчество, здесь энергия ребёнка творить. Да, но также я могу и говорить о том, что, например, если это адаптивный ребёнок, я могу приспособиться к правилам, вот мне нужно это сделать. А есть ещё свободные минусы, они ещё есть плюсы-минусы везде. Я могу сказать, что я не про правил буду бунтовать, да, а я просто… Мне нравится 200 километров ездить вот здесь, а мне нравится сморкаться в общественном месте. Я не против правил иду, да, что вот я назло вам сделаю бунт, а мне так нравится. И вот эти все виды поведения мы тоже очень разбираем, где, как, что происходит, и направляем, и, в общем-то, люди переписывают свои жизненные сценарии. Значит, сценарий организации тоже ищем, там нет эгосостояния организации, там есть у каждого человека, и как он, из каких функций поведенческих может реагировать. Ну и в школе дети играют в психологические игры, тупица, посмотри, что ты со мной сделал, например, да, или поймай, если сможешь, есть такая игра «Пни меня», то есть человек добивается, чтобы его постоянно пнули. Он всё по поведению делает, чтобы его выгнали, пнули, он опаздывает, он не выполняет задания. И когда мы это обнаруживаем, и обнаружим, что ему не хватило поглаживания, начинаем давать и рассматриваем эгосостояние. Человек меняется, и потом они приходят и говорят, что супер, мне все говорят, что с тобой стало легче разговаривать. Вот где-то вот так примерно. Очень коротко я, если могла донести. Может быть, имеет смысл ещё рассказать про драйвера. А, есть, да, у нас времечко с тобой дать. Да, есть у нас 5 минут. А, хорошо. И вот это тоже такой интересный момент. Да, и драйвер, автором драйвера является, ну, это теория коммуникации, которая относится к психоаналитику, к психоаналитику вообще Полу Веру, и его есть «Двери контакта», есть статья, в интернете гуляет, можно её почитать. И, значит, что он сказал, что когда мы встречаемся с людьми, он нашёл, да, у нас «Двери контакта», у кого-то мышление, у кого-то чувство, а у кого-то поведение. И очень интересно действительно. Если вы послушаете вот сейчас после того, что вы увидели это видео, ну, нашу встречу, значит, вы можете понаблюдать, что люди говорят и как они говорят, потому что сама по себе транзактный анализ – это теория коммуникации, да. Я тебе стимул, реакция, больше ничего. Я тебя стимулирую, ты мне даёшь какую-то реакцию. И мы можем смотреть, да, как я тебя стимулирую. Если я зайду в вопрос, что ты делаешь, или что ты чувствуешь, а ты мне говоришь, когда я подумала, это вот и есть, да, у человека дверь открытая, я думаю, а я спросила про чувства. Что? Конфликт, разрыв. Я тебя не понимаю, ты меня не понимаешь, моя твоё не понимает, да. Поэтому мы спрашиваем, и когда ты так подумала, что ты почувствовала? То есть мы присоединяемся к тем дверям контакта, которые дал человек. То есть путь удлиняется, да, но тем не менее… Но он контакты ведёт, он ведёт в дополняющие транзакции, то есть коммуникации. Ну, например, вот, например, человек. Ой, я, я так прямо счастлива. Слушайте, мы были в ЦПКО, мы съездили. Ты была там, там здорово, центральный парк, да, культура. Там вообще так здорово погуляли, прямо прекрасно. Какая дверь контакта? Чувства. И тогда мы с мощным человеком можем говорить о чувствах. Как ты почувствовала, куда ты пошла, да? И, например, или другой человек говорит. Вы знаете, я вот когда подумала, что мне нужно съездить в ЦПКО, и помыслила, и я туда съездила, и я всё обдумывала. Как же вы там парке посадили деревья? Я всё думала, я ходила, размышляла, всё думала, вот рассуждала, вот всё вспоминала эти годы. Он говорит о мышлении. Другой говорит, вот когда я поехал в этот парк, мы подошли, заплатили 150 рублей, мы ходили по этим дорожкам, мы ходили туда, прямо направо, потом мы покатались на лодках, потом, да, то есть люди… С позиции действия. Да. И вот пообращайте внимание, с какой позиции вы говорите, с какой… И это нашёл Пол Варк. И на фоне этого, на фоне этого, Тайби Каллер, он сейчас вышел немножко из ТА, да, и патент создал, и в Москве это обучение по драйверам вообще стоит очень… 500 тысяч, на самом деле, кто наше ездили учиться. Но мы можем говорить, потому что он профессионал в учебнике, а так он, в общем-то, должна денежки отдать, если сейчас его фамилию произнесла. Вот такой есть момент. Вот, и он нашёл по этим, по дверям контакта, у кого чувства, у кого мысли, у кого поведение, они не могут переключаться, да, нашёл, что у нас есть, например, драйвер «будь сильным». Да, что значит? Это твои потребности, потребности других людей важнее твоих. То есть я не имею права чувствовать, я не имею права… Сделать какие-то ошибки. Нет, чувствовать и, может быть, мыслить. Я буду действовать. У меня будет открытая дверь поведения. Сделал, пришёл, сказал, отжался, всё. То есть вот. Драйвер, например, ещё есть «будь совершенным». Я буду от всех требовать совершенства и буду от себя. Я не буду выступать, если у меня хорошо не сделан доклад. И если кто-то где-то сделал помарку, не дай бог, не ту точку поставил, я обязательно ему сделаю замечание. То есть драйвер «будь совершенный». Есть драйвер, также радуй других. То есть что это значит? Я не буду давать себе, я буду давать другому человеку. Я буду его радовать. И чтобы он порадовался, что я даёшь. Например, допустим, я буду ему говорить, вы прекрасный профессор, вы какой хороший преподаватель. Он будет обязательно давать мне эти транзакции, чтобы я его похвалила и порадовалась. Надо же, вы заметили, как я всё тут читаю. И радовать. Есть ещё драйвер «спеши». То есть люди всегда спешат. У них 24 на 7 они работают, они прибегают, они везде опаздывают, они, допустим, здесь спешат. Он не успел здесь закончить, он побежал туда, у него уже там встреча, там уже он прозевал. Он говорит, так, давай немножко поговорим. У них в речи ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды. Они могут глотать окончания, проглатывать. И как это было? Это было очень интересно. Когда маленький ребёнок, маленькими были, помните, всё до 7 лет, собирался в школу. Что? Давай быстрее, собирайся. Быстрее, 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 быстрее. Сама-сама-сама, помните, в такой фильме. Всё, да, быстро. Как белый кролик из Алисы, да, я убегаю, я спешу, да. Да, 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 быстро, быстро, быстро. Да, 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 вот он драйвер. И этот драйвер переводится как энергия. То есть только когда я попадаю в экстремальную ситуацию, я включаю драйвер. То есть я включаю эту энергию, я начинаю быстро спешить. И опять-таки, да, мы возвращаемся к той хоппинг-стратегии, которая сформировалась. Да, и у него, да, могут быть открыты двери чувства. Да, вот я почувствовал, испугался и побежал. Также следующее, там, или поведение. Значит, у драйвер есть другой драйвер, старайся, пытайся. То есть до конца люди ничего никогда не доделывают. Они берут за дело, бросают, берут за дело, бросают, берут за дело, бросают. То есть старайся, пытайся. Он создаёт видимость, что он что-то делает. Но в итоге вы приходите, как было не помыто, как не были вещи разложены, так они и не разложены. Но вы видели, что он что-то делает. И поэтому поглаживание, да, и давали ему, как хорошо, что ты здесь что-то делаешь. Но не давали за то, что это закончено. Создать видимость, что я делаю. Перекладываю бумажки с места на место, я вижу, что-то делаю. И вот этот драйвер опять-таки запускается. Очень интересно. И мы тоже это рассматриваем. И коммуникацию, и останавливаем. Как остановить этот драйвер. И ничего плохого в этих драйверах нет. Ничего плохого нет. Например, всё правильно выполнять, быть совершенным. Достаточно мы даём разрешение. Если мы говорим про раду, мы говорим, ты можешь радоваться сам. Понаслаждайся, не надо делиться этим борщом. Поешь его одна. Или, например, допустим, ты хорошо быть сильным. Ты закрыл свои чувства и потребности. Но ты потребности другого больше удовлетворяешь. Как насчёт того, что ты сейчас будешь себя чувствовать и свои потребности слышать? Если, например, кто-то люди, которые спешат, стоп. У них голод по структуре. Мы да? Давай мы с тобой структурируем. С чего ты начнёшь? Куда ты пойдёшь? Как ты будешь себе давать время? Это так. И это, мне кажется, очень просто для людей. В общем, я влюблена в транзактный анализ. Это так вкусно с этим работать. Я ещё много чего не рассказала. Добро пожаловать. Спасибо большое. Я думаю, что это будет такая тоже дверь в транзактный анализ. И, может быть, заинтересованные наши зрители продолжат это увлекательное путешествие уже с вами в каком-то другом формате. Поэтому спасибо большое. Спасибо вам, что пригласили, чтобы всё-таки показать. Вот это, да, и это то, что написано здесь. Но оно как-то не сочетается с названиями книг. А это всё здесь есть. Окей. Всего хорошего. С вами была Наталья Неверующая и Людмила Шохова. Передача «Психопросвет». До новых встреч. Пока. Пока.